Всем привет, с вами Ростиксон. Сегодня мы поговорим о налогах в России и развеем некоторые мифы по поводу низких налогов. Это новое направление, его я возможно еще буду развивать и делать видео про налоговые системы разных стран. Но только при условии большого количества комментариев, лайков. Делитесь этим видео, если вы узнали что-то новое. Существует такое мнение, что в России чуть ли не самые низкие налоги в мире. Я решил это проверить и расскажу о всех налогах в России, о которых знаю. Да, будут небольшие неточности, поправите если что меня в комментариях. Но думаю в общем я буду прав и погрешность будет небольшой. Теперь переходим к списку выплачиваемых налогов в России. А в конце видео будет мое мнение и предложение. Кто досмотрит до конца, для вас будет задание. Оспорить некоторые аспекты. Я ведь человек и могу ошибаться. Начинаем. Первый налог, который платят абсолютно все. Это подоходный налог, 13%. Его платят все, кто получает зарплату. Если вы конечно работаете официально. С каждой получки государство отщипывает 13% подоходного налога. Работодатели за вас производят все расчеты с ВНС. Самостоятельно платить и отчитываться не нужно. А 15% налога платят те, кто получает более 400 тысяч в месяц. Сначала расскажу о подобных налогах. Позже перейду к скрытым налогам, которые вы платите косвенно. Налоги на вклады. Что считаю совсем мелочным. И неужели с финансами у нас в стране так плохо? Если доход по вкладу превышает 42 тысячи, то взимается налог 13% с прибыли. Возможно это и к лучшему. Меньше людей будет хранить деньги в банках. И они пойдут на развитие экономики. Но все же. Прежде спонсор видео. Мой телеграм-канал, где я хвастаюсь своей торговлей на бирже Бинанс. И делюсь своим мнением. Заходи. Ссылка на телеграм и пруфы по налогам в описании. Теперь более крупные налоги. Немного скрытые от наших глаз. Работодатель платит еще минимум 30% с вашего дохода. Это отчисления в пенсионный 22%. Фонд социального страхования 3%. И медицинская страховка 5%. И взносы за степень травма. Опасности производства. По сути, ваша номинальная зарплата гораздо больше. И конечно, эти налоги уменьшают вашу зарплату. Все говорят, как дорого обходятся разные налоги в других странах. В том числе, дорогие медицинские страховки. А у нас они просто оплачиваются автоматически. Поэтому, очень много людей работает неофициально. Так как работодатель экономит 30%. Но, конечно, это незаконно. По данным исследования Росстата и статьи РБК, каждый пятый в РФ работает неофициально. И вы уже поняли, по каким причинам. Мы с вами только начали, а уже получилось 43% налогов. А теперь поговорим о интересном костном налоге. НДС. Налог на добавленную стоимость. Во все товары, которые покупает гражданин РФ, заложен этот налог. Неважно, но это телефон, булка хлеба или проезд в транспорте. А вот ставка НДС на разные категории будет отличаться. Касается этот пункт в первую очередь бизнесменов. Но свои траты они закладывают в цену товара. Так что, в конечном итоге, платит потребитель. 20% практически на все товары. Но есть льготный НДС. 10% и 0%. Такие ставки назначаются на социально значимые товары и услуги. Кто говорит, что за границей есть налоги на сахар и тому подобное. Но некоторые не знают, что у нас такой налог на все товары. Уже получилось 63% налога. А я еще не начал говорить о самом интересном. Теперь тяжелая артиллерия. А после нее про акцизы и прочие налоги. Как мы знаем, цена бензина влияет на все. Даже если у вас нет машины, вы все равно покупаете товары, которые доставляются с помощью него. И тому подобное. Думаю, вы и сами понимаете, что если дорожает бензин, то дорожает абсолютно все. Эх, даже говорить как-то неохота. 71% от цены бензина это налоги. Сейчас скажу, какими конкретно бензин облагается налогами. 18% наш любимый НДС. 22% акциз. И 31% налог на добычу полезных ископаемых. Все эти налоги ложатся на потребителей. Эти налоги на бензин АИ-95. Комментарий, лайк и подписка. Ты в ритме танца, тебе некуда деваться. Ну и на десерт. Инфляция. Тоже один из скрытых налогов, о котором многие забывают. Это, грубо говоря, когда денег печатают много, а товаров становится чуть больше или так же. Вследствие чего все дорожает. Я, конечно, не призываю отменить инфляцию. Все-таки благодаря ей деньги не лежат под подушкой и идут в ход. И это правильно. Но все же, инфляция в России примерно равна 5%. Ну, а теперь остальные налоги. Заострять на них особо внимания не буду. Но все же, акцизы на алкоголь, сводки, где-то 49% налоги вместе с акцизом и НДС. И в сигаретах много налогов по типу акциза и НДС. В среднем за год один курильщик выплачивает 7200 рублей налогов. А теперь идут налоги на недвижимость, вообще на любой доход 13%. Например, на прибыль после продажи акций. Я уже такой платил. А еще госпошлины, система Платон и другие. Да, здесь много неточностей. Но, надеюсь, я общую картину передал. И буду рад вашим поправкам в комментариях. Я никого не критикую. В целом, как есть, так и есть. И как сказал Моргенштерн. Кто власти все же лучше нас знает, что делать. Не правда ли? Что я предлагаю? Повышение налогов для крупных компаний. Повышение налогов для богатого населения. И уменьшение для тех, чьи доход приближен к прожиточному минимуму. Конечно, это очень сложно и требует жертв и затрагивает интересы богатых слоев. А кем наши политические элиты являются? Риторический вопрос. За некоторыми исключениями. Но все же к этому мы потихоньку идем. Вон повысили на 2% налог на зарплату. У кого она больше 400 тысяч в месяц. Все не так просто, как кажется. Я не говорю, что у нас все так плохо. Налоги во многих странах довольно большие. Можете писать в комментариях, про какую страну снять новое видео. А так, всем понятно, что чем больше налоги, тем сложнее и дольше развивается экономика. Всем удачи! Что думаете? Как вам такое видео? Переходите по ссылке в описании в мой телеграм-канал, где я иногда хвастаюсь прибылями, иногда убытками. Всем удачи!